Привет, Чумба! С тобой, Рабаши! Сегодня у нас видос-анализ, как ты понял из названия, речь пойдёт об оказе. Короче, в чём суть? Как мы знаем, Клинок не славится суперсложным сюжетом с твистами и поворотами, от которых отписает челюсть. Повествование однобокое и идёт линейно. И вся проблема в том, что с самого начала нет чёткой мотивации ни от главного героя, ни от главного злодея. Про Ганпачира всё ясно. Сестра стала демоном и надо двигать вперёд, превращать её обратно в человека. А вот с мудаком Кибуцуджи всё вообще плачевно. Родился в знатном роде. Богат, красив, но нездоров. Имел пять жен, которых довёл до суицида. Всех своим жестоким обращением. Нет, он их не бил, а просто болтал грубо. Ну так вот. Родился полумёртвым, лечился долго, выпил террафлю, которая превратила его в демона и резко понял, что хочет стать бессмертным. И погнал искать синюю паучью лилию и превращать всех в демонов, чтобы те солнечные лучи побороли, потому что сам он не мог. В сюжете не участвовал вообще. Он что-либо замышлял? О боже, нет, конечно. Наш мудак-мудакович больше напоминает злодея третьего плана, которого можно использовать как бабу с мячиками, с которой был бой, смерть, раскрытие прошлого. Всё, больше нихрена не было. Самая главная жопа Клинка была в отсутствии ненависти к главному злодею. Он кого-то убил? Нет. Ни единого главного для сюжета героя Мудзан не убил. Он кого-то пытал? Подставлял? Нет. Всё, что делал Майкл Джексон местного разлива, это сливал своих же демонов. Пятую низшую луну убили? Порешай он нахуй весь состав своих же демонов. Увидел пацана с серьгами Ханафуда? Может, надо шотить его с удара и дело с концом? Нет, пора валить и натравить двух низших демонов на него. Просто нулина. Из него главный злодей никчёмный, бесчувственный. Он не способен вызвать никаких эмоций в зрителе. Вернёмся к сюжету. Вот мы посмотрели попутно наяривая, как Тазик почти убил Руи и видим первое появление всех столпов, в котором ярко выделялись Сан Эми и Человек Огненная Сова Рен Гоку, в которого заложили больше чувств и харизмы, чем в главного героя. Нас буквально как марлю окунули в масло и подожгли, а следом кинули в пожар под названием Рен Гоку Кёджера. И вот мы уже не заметили, как стали с ним одним целым. Могучий, классный, с чувством морали и принципами. Жизненная позиция – ты был рождён, чтобы защищать слабых, потому что ты сильный. Ну, короче, зацепило, да? И вот он спас две сотни человек, и настоящий мужчина поджёг волосы на груди в его честь. Появляется он. Аказа. Эпично. В позе отца, весь в татухах, абсолютно противоположной точкой зрения, где слабые должны сдохнуть. На первый взгляд коварно, но потом поймёшь. Ну так вот, только-только полюбившийся персонаж с красивейшей анимацией дерётся с демонюгой, которому желаешь смерти. Во время этой дуэли ты дрожишь, мурашки размером с горох покрывают тебя, твои яйца, твоя жопа сжимается так сильно, что в неё даже иглу не просунешь. Ты видишь девятую Кату, Екатерину нахуй, которая так и называется, Рен Гоку, и думаешь, ну всё, розоволосый труп. Но видишь, проскнутого Рен Гоку, а далее смерть. Ты плачешь. Нет, ты ревёшь, как последняя сучка. Чёрный экран. Занавес. После этого поезда тебе уже похуй на Мудзана. Ты забываешь вообще, что там нужно делать. Превратить Незука в человека? Ой, ей и так нормально. Избавиться от демонов, которые жрут людей? Ой, да насрать на них всех. Всё, что сидит в твоей башке дальше, убить сраного Аказу. Весь сюжет, все эмоции нацелены только на очередной махач и месть за Рен Гоку. И это великолепно. И вот, спустя тонну времени и два сезона, ты наконец-то находишь сражение Тазика и Пусибоя против Аказы. Ну, на этом, я считаю, вообще можно было мангу заканчивать. И зуб даю, экранизация этой битвы будет ещё лучше, чем с Рен Гоку. Ты сидишь, поливая слюной монитор, глядя на техники Аказы, Тандыра и Гию. И вот, вроде бы, всё. Демонов снесли бошку, но ты видишь первого демона, которого нам показали на тот момент, способного отрастить голову. Что в очередной раз подчёркивает его особенность с мыслями «Уссюка!». Ты жаждешь его смерти, но потом твоё сознание переворачивается. И ты узнаёшь о мальчике по имени Хакуджи, который воровал лекарства для отца. А именно поэтому и получил свои татуировки как метку. Ты видишь сильного молодого человека, который ухаживал за девушкой. Встал на путь искупления и в звёздную ночь в полную фейерверков решил пожениться. Всё. Твоё сердце трепещет и разбивается в хлам. Ведь невесту Хакуджи отравляют. Слабые и корыстные люди. Твоё сердце разбито. Последующие сцены с расчлёнкой 67 человек тебя не то чтобы не страшат, они тебя радуют. Я вообще чуть ли не с плакатом сидел, Аказа вперёд мочи козлов. Ну а смерть с последующей последней улыбкой Аказы даёт тебе умиротворение и покой. Ты начинаешь гуглить, читать, фанатеть, узнаёшь новые подробности и дополняешь своё мнение о нём. Мол Аказа не ел девушек, а именно они из-за рождения детей являлись отличной пищей для демонов. Например, когда Аказа был третьей высшей луной, Доума был шестой. Спустя время Доума второй, пожирающий огромный окол во женщин, а Аказа также третий. Но суть, что Аказа не ел девушек, даёт тебе какое-то уважение к нему что ли. Все техники Аказы связаны с фейерверком, когда он хотел пожениться на каюке, а также стать снежинками, это отсытка к украшениям каюки. То есть даже являясь демоном, Аказа олицетворял любовь к своей жизни. Также Аказа является одним из тех демонов, которых Мудзан не может убить своей техникой контроля крови, так же как Незука и Тамайо. Ведь когда Мудзан приказал ему сражаться в его подсознании, он сопротивлялся и решил умереть, сняв контроль. И вот он, прекраснейший миг, сцена, сюжетный твист. Только вдумайтесь, как один персонаж затащил всю серию клинка, его показали в начале. Он дал мотивацию ГГ в середине и прекраснейшим образом раскрылся в конце. По моему скромному мнению, этот демон и сделал клинок таким запоминающимся, сыграл роль главного злодея и запомнился зрителям больше всего. Ну, а если тебе понравился данный видеоролик, оцени его пальцем вверх, напиши комментарий о том, кто является твоим любимым злодеем в клинке и поделись данным видосом у себя на страничке. Будь то ВК, Телега, даже разрешаю делать нарезки в ТикТок. Ну а с тобой был Рабаши. Спасибо и до скорой встречи. Чумба.